МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хватает времени на то, чтобы читать огромные тома. Сегодня в этой рубрике мы расскажем вам о творчестве Сергея Есенина и поможем погрузиться в атмосферу есенинской лирики. Есенин в своем творчестве затрагивал в основном крестьянский быт. Ему не было интересно размышлять о великих ученых или их открытиях. Он знал, что судьба русского человека не менее динамична и интересна, чем великие открытия, и хотел довести до читателя весь романтизм и всю тяготу жизни русского крестьянина. В самом начале своего творческого пути Есенин писал именно о крестьянских картинах быта. Он считал, что лирика народная должна быть анарогия. Многие примеры есенинской лирики содержат необычные и богатые на смысл метафоры. Именно этим и был знаменит Есенин. Свой нелегкий для человека 21 века язык он смог сделать красивым, лиричным и образным. Образы есенинского слова поражают своим форматом. Сейчас мы вам это докажем. Рай, любимый, сердцу снятся с кирды солнца водохлонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных, По меже, на переметке, резида и риза кашки. И вызванивают в четке. Ивы, кроткие монашки. Курит облаком болота, Гарь в небесном коромысли. С тихой тайной для кого-то Затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю. Рад и счастлив душу уйти. Я пришел на эту землю, Чтоб скорее ее покинуть. Сейчас для каждого из нас нелегко понимать этот необычный и красивый язык. Слыша первую страфу, городской читатель вроде бы все понимает. Но с другой стороны, испытывает некий дискомфорт, На который Есенин и рассчитывает. Например, слово «зеленяр». Одновременно и незнакомо, и в то же время интуитивно понятно. Вторая черта тонкой есенинской работы – Это ненавязчивые религиозные вкрапления. Зеленя стозвонная, То есть напоминание о церковных колокольнях. Дальше более прямо. И вызванивают в четкие и выкроткие монашки. Деревья становятся монашками. Пространство, окружающее поэта. Лес, поле становятся Средоточием религиозной жизни, Которая ему ведома. При этом, строки с тихой тайной для кого-то Затаил я в сердце мысли. Абсолютно модернистки. Их можно было бы легко встретить У Александра Блока или Андрея Белого. В последних строках происходит проекция Собственной судьбы на судьбу Христа, Но без трагизма, свойственного модернистам. Посмотрев на это, Можно точно сказать, Что есенин в этом стихотворении Описывает религиозную жизнь. Но постойте, Зачем так скрывать свои произведения? На самом деле, все просто. Он делал это для того, чтобы религиозность, Которой полны все его ранние стихи, Усваивалась читателям без напряжения. Не как новоучение, А как откровение. Мы надеемся, что, посмотрев наш сюжет, Вас заинтересовал мир есенинского слова. И Вы захотите побольше проникнуться Этой лиричной атмосферой. А напоследок, хотелось бы сказать, Читайте, пишите, учите, Рассказывайте стихи. Не только себе, Но и девушкам в парках. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok